Я читаю шестую главу из первой книги царств. И сказали они, какую жертву повинности должны мы принести ему? Те сказали, по числу владетелей филистимских пять наростов золотых и пять мышей золотых, ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших. Итак, сделайте извояние наростов ваших и извояние мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву. Может быть, Он облегчит руку Свою над вами и над богами вашими и над землей вашей. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? Вот когда Господь показал силу Свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Итак, возьмите, сделайте одну колесницу новую, и возьмите двух первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег Господень и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его, и отпустите его, и пусть пойдет. И смотрите, если Он пойдет к пределам Своим, к Вевсамису, то Он, великое сие зло, сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не Его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно. И сделали они так, и взяли двух первородивших коров, и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома. И поставили ковчег Господа на колесницу, и ящик с золотыми мышами, и изваяниями наростов. И пошли коровы прямо на дорогу к Вевсамису. Одною дорогой шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вевсамиса. Жители Вевсамиса жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели ковчег Господень, и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса Вевсамитянина, и остановилась там. И был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Вевсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертвы Господу. И пять владетелей филистимских видели это и возвратились в тот день в Аккарон. Золотые эти наросты, которые принесли филистимляне в жертву повинности Господу, были один за азот, один за газу, один за аскалон, один за геф, один за аккарон. А золотые мыши были по числу всех городов филистимских, пяти владетелей, от городоукрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа, и который находится до сего дня на поле Иисуса Вевсамитянина. И поразил Бог жителей Вевсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа пятьдесят тысяч семьдесят человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вевсамиса, кто может стоять перед Господом, сим святым Богом, и к кому Он пойдет от нас? И послали послов к жителям Кириафиарима, и сказать филистимляне, возвратили ковчег Господа, придите, возьмите его к себе.